МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Янаульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Алсу Щепотева. Здравствуйте. 21 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники муниципалитетов. Это работники органов местного самоуправления, городских округов, поселений, муниципальных районов. Их работа не прекращается даже в условиях режима самоизоляции. В свой праздничный день депутаты районного совета решили провести благотворительную акцию помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Продуктовые наборы получили 39 детей. Депутаты разделились на несколько групп. У каждого в списке адреса нуждающихся в городе и районе. В семье Хатмулиных из села Прогресс шесть детей. Визит гостей стал для них приятной неожиданностью. А полученные продуктовые наборы – это ощутимый вклад в семейный бюджет. В условиях карантина депутаты вновь напомнили о том, как важно соблюдать режим самоизоляции и беречь здоровье. Сегодня все выехали с утра по городу Янаул и Янаульскому району. Раздаем продуктовые наборы количеством 39 штук. Для нас это очень нужная вещь. Это не только для нас, а для каждого человека. Помочь в эти трудные дни. Как в России объявлена акция, мы вместе все это победим. В продуктовом наборе у нас продукты питания, наименования, 13 наименований. Там разные продукты, включая сладости для детей и, естественно, продукты ежедневного спроса. Также призываю всех, кто может помочь в эти трудные дни предпринимателям, организациям. Помочь трудным вот таким семьям, неблагополучным семьям. Также у нас в районе идет акция тоже, кому старше 65 плюс и малоимущим детям. Следующий пункт остановки – улица Мажита Гафури, города Янаул. У Эльвера Халиулина четверо детей. Своих дочерей она называет маленькими принцессами. Самая младшая из них скоро исполнится три года. Как признается, полученные продуктовые наборы – это ощутимая помощь. А для девочек события неожиданные и радостные. Условия карантина сейчас тяжеловата, так как дети привыкли в общении с учениками и с друзьями, и учителя еще. А так стараемся. Мы как бы счастливо, дружно живем, позитивно у нас каждый день. Как позитив и, как вам сказать, все хорошо у нас. Особенно приятно то, что малоимущим помогают, многодетным. Побольше такой помощи. И дай Бог всем здоровья, чтобы все были здоровы, счастливы. Берегите себя и близких. Подобную акцию в условиях карантина депутаты провели впервые. Но планируют, что и впредь будут оказывать посильную помощь, особенно той категории жителей нашего района, что стало самой уязвимой в режиме самоизоляции. Гульнара Сидди, Квартур Мухамедшин, Служба новостей, Янаульского телевидения. Глава Башкортостана Радий Хабиров провел еженедельное оперативное совещание 20 апреля в Доме Республики. На нем обсудили меры по борьбе с распространением в регионе новой коронавирусной инфекции. Руководитель региона напомнил, что с понедельника все стационарные учреждения социального обслуживания закрыты на карантин. Школьники Республики продолжают учиться в дистанционном режиме. По словам министра образования и науки Республики Башкортостан, онлайн-уроками удалось охватить 380 тысяч детей. Это 80% учащихся. На поля Республики свою технику вывели аграрии из 49 районов Республики. В 15 муниципалитетах начался яровой сев. По словам руководителя Минсельхоз Республики Башкортостан, темпы весеннеполевых работ в 2020 году вдвое превышают прошлогодние показатели. В этом году республиканская акция «Зеленая Башкирия» пройдет с 25 апреля по 1 мая. В ходе акции высадят более 50 тысяч деревьев, крупномеров и кустарников. Из-за сложной эпидемиологической обстановки граждан к участию в акции привлекать не будут. Посадкой деревьев займутся сотрудники муниципальных коммунальных служб и управляющих компаний. Борис Беляев призвал жителей поддержать акцию. Желающие могут посадить деревья и кустарники на своих участках, сделать фото или рисунок и выложить в социальных сетях с хэштегом «Зеленая Башкирия дома». Более 7,5 тысяч работодателей Башкортостана зарегистрировались на портале «Работа в России» с 26 марта по 17 апреля. В базу федерального портала попали около 500 тысяч жителей региона, сотрудников зарегистрированных предприятий. Четвертую неделю жители нашей республики находятся на вынужденной самоизоляции. Если первые дни такого домашнего пребывания многие восприняли как приятные каникулы и отдых в кругу семьи, то сегодня у многих возникает вопрос, чем заняться и как провести время с пользой для ума и тела. И тут на помощь приходят онлайн-волонтеры, готовые научить вас петь, танцевать и даже рассказать сказку на ночь. Есть такие активисты и в нашем городе. Да, ребята, здравствуйте, это я. Имя Наргизы Фатаховой у многих иноульцев ассоциируется с театральной студией. Правда, сейчас все репетиции с юными актерами пришлось приостановить. Но Наргиза не из тех, кто привык унывать и сидеть без дела. Она с легкостью освоила онлайн-пространство, и теперь все желающие могут побывать на кукольном спектакле или в театре теней, не выходя из дома. Изначально эти прямые эфиры мы уже вели до самоизоляции вот этой. Но когда появилась самоизоляция, у нас ребенок перестал ходить в садик. И я стала думать, чем же ребенка занять, потому что он страдал безделие. Мы решили проводить вот эти вот сказочки вместе показывать, потому что у меня есть эти него театр, и кукольный театр и пальчиковый. Вроде сыну понравилось, но я думаю, была ему польза, чтобы и другие люди тоже могли на это посмотреть. И помимо сказочек вот этих всех, мы проводим также мастер-классы, обучаем людей, как вообще изготавливать куколки маленькие в домашних условиях, чтобы ребенок смог помочь. Вот эти бэби-спектакли я начала проводить, получается, где-то в марте при студии, вот потом дома решили проводить. Мне помогает муж, он сидит и за музыкой, и за телефоном, за прямым эфиром, и по сценарию тоже все смотрит. Если что-то не так, он мне подсказывает. Когда провела первый прямой эфир, людям понравилось, и они просили дальше, вот пишут, допустим, спрашивают меня, что дальше будет, какая дальше сказка, что посмотреть. И если днем основные зрители Наргизы мамы с малышами, то вечером у экранов гаджетов собирается мафия дошколят. Шестилетняя Алина Шагиева внимательно наблюдает за всеми приключениями гусенички-гуси. Она, как и все ее сверстницы, просто обожает сказки. Признается, что немного скучает по насыщенным будням в детском саду и друзьям. Сказки на ночь поднимают настроение и помогают настроиться на сон, отмечают психологи. Там птица была, и хотела съесть гусеничку. И они спрятали гусеничку. Сделали ложками громкий звук, и она улетела. Сказка была веселой. Понравилась тебе? Да. А ты еще будешь такие сказки смотреть? Да. Онлайн-волонтером стал и наш коллега-оператор эфира Айдар Садыков. Он с удовольствием обучает всех желающих элементам уличных танцев. Делится секретами выполнения сложных элементов и с нетерпением ждет, когда сможет встретиться с учениками уже на большой сцене. Общее число больных по стране выросло до 52 763. Поправились 3873 человека. Жертвами заболеваний остали 456 россиян. За сутки в России зарегистрировали 5 642 пациента с COVID-19. 51 человек умер, 427 вылечились, сообщили в оперативном штабе. В большинстве регионов действует режим повышенной готовности. Гражданам рекомендовано оставаться дома. По оперативным данным, на 21 апреля в Башкирии сейчас насчитывается 371 больной коронавирусной инфекцией. Из них 20 выздоровели, 14 умерли. О ситуации в нашем районе расскажет врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. В Яновольском районе эпидемиологическая ситуация стабильная. В районе зарегистрировано 2 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. По маршрутизации госпитализированы они в ЦГБ города Нефтекамск и получают там необходимую медицинскую помощь. Один контактный из данного ЧГА с подозрением находится в режиме самоизоляции в домашних условиях. На 11-й день наблюдения запланирован третий забор мазков из ротоглотки. Самочувствие контактно-удовлетворительное. Один из самых часто задаваемых вопросов, которые задают медицинским работникам на горячей линии и в социальной сети, это вопрос о сдаче анализов на COVID с формулировкой «хочу для себя сдать на всякий случай». Сдача анализов на коронавирусную инфекцию регламентируется постановлением главного санитарного врача РФ от 30 марта 2020 года номер 9 о дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19. В нем прописан исчерпывающий перечень категорий лиц, которые обязательно должны сдавать анализ на COVID. Это вернувшиеся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний, контактировавшиеся с больным COVID, с диагнозом вне больничной пневмонии, лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, медицинские работники, имеющие риск инфицирования COVID на рабочих местах. Хочу призвать население нашего района соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции. Главное – это соблюдать по возможности самоизоляцию. Оставайтесь дома, мойте руки с мылом, носите маски в местах скопления людей. Всем здоровья! В Башкирии начался весенний сезон охоты. Любители дичи могут отправиться за трофеем уже на этой неделе. О правилах и особенностях охоты этого года нам рассказал руководитель Янаульского отделения Ассоциации охотников и рыболовов Республики Башкортостан Евгений Масленников. Указом главы Республики Башкортостан от 17.04.00 будет открыта охота на 10 дней. То есть с 25 апреля по 4 мая открыта будет на глухаря, тетерево, самцов вальчнипа, самцов уток на селезня и на гуся. Цены будут соответственно на уровне прошлого года. Это просьба к охотникам, которые придут за разрешениями, путевками, чтобы соблюдали нормы санитарной безопасности. То есть при себе имели маски, перчатки были. Работать будем с завтрашнего дня, то есть с утра ежедневно с 8.30 до 17.00. В весенний период особенность та, что непосредственно будет всякая ходовая охота запрещена. Будет только из укрытий на селезня с шалашей, на селезня тетерева. Именно конкретно из укрытий или шалашей. На вальчнипа, на вечерней тяге, на глухаря только с подхода. Еще одна особенность может быть и в любой момент закрыться охота в связи с каким-то чрезвычайным положением по республике. По рыбалке на данный момент вообще полностью запрещена до особых распоряжений. Теперь пути следования, значит будут действовать разрешение или путевка на руках у охотника, он имеет право передвигаться. То есть 90 минут период на сторону охоты и по окончании охоты тоже не более 90 минут имеет право передвигаться. Разрешение и путевка на руках, оно является разрешением на передвижение по территории охотхозяйства. И это будет у каждого свое, значит, непосредственно за кем закреплены какие угодья. Если, значит, на территории общего пользования, это надо будет брать разрешение у охотинспектора, у Айас Фаритовича. Значит, разрешение ИП Шакиров непосредственно у них разрешение берется и на территорию ассоциации берется у нас разрешение. И это, пожалуй, все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Впереди прогноз погоды. Берегите себя, оставайтесь с нами. 22 апреля ожидается пасмурная погода, дождь, ветер юго-западный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6, плюс 8, плюс 10 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается уличная погода, дождь, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 10, плюс 15 градусов. 10 апреля в Башкортостане введен комендантский час для пожилых и детей. Лица старше 65 лет не должны находиться в общественных местах с 18 до 10 часов. Дети с 18 до 13 часов. В остальное время выходить на улицу разрешено в случае крайней необходимости. Можно сходить в близлежащую аптеку или магазин. Выгулить собаку на расстоянии не далее 150 метров от дома. Выкинуть мусор. Берегите себя и своих близких. Самоизоляция – самый простой способ оставаться здоровым. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 5-0-4-0-2. Янаульскому телевидению требуется водитель. Справки по телефону 5-0-4-0-2. Справки по телефону 5-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0. Справки по телефону 5-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0. Справки по телефону 5-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0.